Итак, три части нашего сегодняшнего дня. Сейчас третья часть. У нас два партнерских доклада. Потом мы рассказываем про тиражный продукт, как работает еще один наш отдел продуктовый, чтобы вы знали, как правильно с ними коммуницировать и как направить к ним данные. Кстати, я услышал от Андрея, что очень хорошо прошел мастер-класс с серверами. Вообще все должно получиться здорово. Надеемся, что прям будет и вам легче, и хостерам легче. Прям новое, наверное, явление на рынке. Ну и потом пятнадцатая версия и вопросы. Прошу, выходи, представляйся. Сейчас коллеги будут располагаться. Обычно несколько минут на возвращение. Всем привет. Меня зовут Константин Лех. Я руководитель отдела разработки в компании Articul Media. И я вам расскажу, как можно организовать эффективную и, главное, комфортную разработку проектов на Битриксе. А дайте кликер, пожалуйста. Пока мы ищем кликер, давайте выясним, кто здесь есть. Поднимите руку, кто не разработчик и нифига не понимает половину докладов. Классно. У меня для вас картинки будут. Когда-то давно, когда в артикуле не было никакой инфраструктуры для разработки, командная работа выглядела примерно вот так. Как только на проекте становилось больше одного разработчика, ехать вместе было сложно. Один что-то делает, другой затирает. Один правки внес, другой удалил случайно. Ну, знакомая ситуация. Наверное, у всех так было. Давайте мы посмотрим, как у нас сейчас все устроено сейчас. Мы поговорим о том, как организовать серваки, как подружить Битрикс с системами контроля версий и как со всем этим работать. Ну, самая простая ситуация. Взяли сервер, установили туда патч, PHP, развернули там Битрикс. Вот у нас есть ядро, upload, ваш код какой-то. Ну, можно уже работать одному человеку. Но как-то все в кучу. Давайте мы ядро сделаем отдельно. Можно делать это вручную. У нас для этого есть простенький PHP скрипт, который мы в консоли запускаем. Вот запустили скрипт, он вынес Битрикс папочку и upload куда-то в отдельную папку, а у вас создал символные ссылки на ядро. Получается, что у вас ядро отдельно, ваш код отдельно. Вот такую часть проекта без ядра мы называем песочницей. Вот человек сидит, разработчик в своей песочнице копается, никому не мешает и радуется себе. Теперь можно попробовать к этой схеме подключить еще одного разработчика. Как это сделать? Ну, надо взять код из вашей песочницы и скопировать ему в песочницу. Вместе со всеми символными ссылками у него подтянется ядро, подключится база и он сможет уже с этим проектом работать. И два разработчика будут независимо друг от друга в своих песочницах работать, друг другу не мешать. Все клево. Неплохо было бы еще к этим песочницам сделать доступ из браузера. Мы же все-таки сайты делаем. Для этого у нас есть еще один небольшой скрипт, тоже на PHP, кстати, который висит на кроне и раз в минуту проходит все домашние папки всех юзеров, все песочницы, ищет там новые папочки в ВВВ, которые мы создаем, и создает недостающие виртуал хосты. Таким образом, чтобы сделать доступ из браузера к песочнице, нужно просто создать папочку в песочнице, скрипт создаст в виртуал хост, домен появится, и можно будет заходить в песочницу уже из браузера. Можно заходить с мобильников, например, и проверять мобильные версии на реальном девайсе. Ну, классно. Теперь нужно как-то между этими песочницами начать обмениваться кодом, потому что если продолжать переносить это вручную, получится примерно как с мотоциклом вначале, и они будут друг другу мешать. На помощь приходит система контроля версий. В данном случае мы используем гид. Я нарисовал его облачком, потому что мы используем облачный сервис Bitbucket для хранения кода своего. Ну, классно. Теперь можно к репозиторию подключить другие киндсерверы. Они все обмениваются кодом только через репозиторий. Нет никакого прямого обмена кода между папками. Это может быть тест, это может быть продакшн. У них там свое ядро, своя база данных. Но код они берут все из одного места. Причем важный момент. Если вы делаете какие-то изменения в базе данных на рабочем проекте, то нужно их делать либо автоматически скриптами миграции, если вы работаете, например, по методологии непрерывной интеграции, либо если вручную, то нужно делать на всех серверах, иначе у вас будет ситуация, когда вы там свойства инфоблока переименовали, код не обновили, где-то обновили, и у вас там половина компонентов работы перестала. Ну, в общем, почти готово. Да, уже неплохо. Есть песочницы, есть битрикс, ядро отдельно, код отдельно. Но вот этот слайд намекает, что еще не все готово, что что-то не хватает. Представьте, что у вас работа кипит, каждый разработчик в своей песочнице что-то делает, вводит там какую-то отладку, какие-то там данные, которые только ему нужны. И у вас реально нет ни одного места, где клиент может посмотреть, а что на самом деле с его проектом сейчас происходит, в каком состоянии сейчас последний актуальный релиз. Особенно это важно, если вы работаете там по agile, например, когда нужно постоянно клиенту показывать итерации. А когда мы клиенту не показываем, что с его проектом происходит, он чувствует себя немного, ну понимаете, да, что он чувствует, когда он не видит, что там у него с проектом происходит. Сидит там и фантазирует, что у него там разработчики делают. В общем, чтобы он не мучился, бедный, мы сделаем демо-площадку для него. Для этого в BitBucket есть отличная штука, называется хуки. Хук — это реакция, репозитория на какое-то событие. Примерно так она выглядит, форма создания. Очень просто. Выбираем, какое событие нам нужно, в данном случае обновление пол-реквеста, и указываем урул сайта, урул скрипта, который нужно дернуть, когда событие возникает. Здесь мы пишем скрипт, который обновляет вам локальные репозитории из мастера. Ну вот примерно так выглядит скрипт. Здесь самое важное помечено комментариям magic. Давайте отойду. Ну никакой магии там нет, конечно. Там делаются всего две команды. Сначала мы делаем git fetch и получаем все недостающие изменения из репозитория себе локально. А потом делаем команду git reset — — hard и сбрасываем локальный репозиторий на последний актуальный коммит в мастере. Ну окей, теперь уже получше. У нас есть репозиторий, есть песочница, ядро отдельно, есть демо-площадка, которая обновляется сама, как только репозиторий обновился, где клиент может там все смотреть и все здорово. Это не упрощенная схема, как любит делать Bittrex. Это реальная схема. Она не сложнее на самом деле. Так у нас выглядит схема работы над каждым проектом на Bittrex. Развернули Bittrex, вынесли ядро, подключили демо-площадку и работаем. Ну классно. Теперь, как сделать, серваки разобрались. Теперь разберемся, как рулить кодом в этой инфраструктуре. Поднимите руки, кто пользуется git. Отлично. Вот те, кто пользуется git, сейчас внимательно смотрите за тем, что я говорю, и как только я начну обманывать, вставайте и показывайте пальцем, говорите, он врет. А кто не пользуется, те смотрите, как этим пользоваться. Вот ссылочка на русскоязычную документацию по git обязательно ознакомьтесь. Сначала пару слов про безопасность. Никогда не храните пароли в гите. Это первое. А второе, всегда закрывайте доступ к папке с гитом по HTTP. Потому что просто набрав в браузере адрес вашего сайта slash git slash config, можно прочитать конфиг вашего репозитория, где есть адрес вашего репозитория, куда можно похакать его. Ну и можно просканировать папку с вашим репозиторием, патч там поискать, что-нибудь интересного найти. В общем, это золотое правило. У нас даже есть в чек-листе на приемку проекта такой пунктик, и мы не запускаем проект, пока не проверим, что это закрыто. В гите есть файлик git config, git ignore, в котором мы указываем, что не включать в репозитории. Потому что вообще гит включает все подряд, что есть в папке с гитом. Не фоткайте этот слайд, он неправильный. Когда-то раньше, когда не было там папки local в битриксе, git ignore выглядел примерно так. Но это где-то пятая часть настоящего git ignore. Нужно было реально указывать почти все внутренние папки в битриксе, чтобы исключить их из репозитория, чтобы оставить свои компоненты и модули. Да, вот Сергей кивает, все знакомы с этим. Ну, благодаря тому, что они сделали папку local, теперь git ignore выглядит вот так. Несколько раз короче. И вот так мне нравится гораздо больше. Мы исключаем из репозитория символные ссылки на ядро, на upload, ну и пару каких-то там служебных файлов. И таким образом в репозитории только наш код, наши модули, которые там в папке local, наши компоненты, все, что нам нужно. Вообще в git ignore нужно писать все, что не касается непосредственно вашего проекта. Какие-то там ядро, какие-то там логи и все такое. Поехали дальше. В гите есть ветки. Вообще работа в гите основана на ветках. Ветки — это бренчи. Как они работают? Допустим, ну вообще считается, что мастер — это основная ветка, и все, что в мастере, оно может быть задеплоено на production. Поэтому в мастер ничего плохого класть не надо. Допустим, вы решили пофиксить баги. Сделали новую ветку, копию от мастера, фиксите в ней баги, баги исправили, отправили обратно в мастера. Но пока вы фиксили баги, вам вдруг приспичило поработать над новой фичей какой-то. Вы переключаетесь в новую ветку, делаете еще одну копию мастера, фиксите там, делаете новую фичу и отправляете снова в мастер. В итоге последний кружок — это последний коммит. У вас там и баги исправлены, и фича работает. Примерно так выглядят ветки. Ну давайте пример какой-нибудь разберем. Допустим, у вас в отделе разработки есть две очаровательные девушки, которых зовут Оля и Маша. И они решили написать стишок Григория Остера «Вредные советы». Ну все читали в детстве, наверное, «Вредные советы». Естественно, они пользуются ГИТом, потому что, как мы знаем, все девушки пользуются ГИТом. И вот Оля написала первые две строчки стихотворения, а Маша написала две последние строчки стихотворения. И теперь они хотят с помощью ГИТа их объединить в полноценный стих. Вот Оля делает pull request. Pull request — это запрос на изменения. То есть она хочет, чтобы ее две строчки попали в репозиторий, в мастер. Выглядит это примерно так. Мы указываем из какой ветки в какую, подписываем сотрудников, которые мы хотим, чтобы прочитали. Ну и пишем какой-то комментарий. Я написал первые две строчки. Все, создаем pull request. Наши запрос на изменения отправляются. И мы видим div. div — это разница в измененных файлах. Вообще ГИТ не хранит целиком все версии всех ваших файлов. ГИТ хранит изменения в ваших файлах. Патчи такие. И вот он показывает, что в файл индекс.html добавилось две строчки. На пятую, на шестую строчку. Ну окей, в общем-то, Оля это и сделала. Все правильно. Можно мерить pull request и отправлять в мастер. Потом Маша такая насмотрелась, как у Оли все здорово получилось, и делает то же самое. И у нее нифига не получается. А не получается у нее, потому что у нее возник конфликт. И на самом деле конфликт — это одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются разработчики, когда используют гид. Почему у нее возник конфликт? Потому что она хочет добавить строки туда, где уже что-то есть. Когда она писала их, там было пусто. А сейчас там уже Оля что-то написала, накодила. Ну теперь Маше предстоит решить конфликт. Вообще, чтобы таких ситуаций не возникало, нужно всегда перед отправкой изменений в репозиторий сначала обновить локальный репозиторий, решить конфликт у себя и потом только отправлять. Это такое золотое правило, которому нужно всегда следовать. Ну вот теперь Маше будет решать конфликт, не потому что она рыжая, а потому что кто последний, тот и мерзит обычно. Ну как решается конфликт? Ну вручную, потому что никто кроме вас не знает, что там в каком порядке должно быть. Вот Маша обновила себе локальный репозиторий. Конфликт помечается вот такими стрелочками. Head — это указатель на удаленную версию, ну а снизу номер commit — это ваше. В общем, исправлять конфликт очень просто. Удаляем все эти служебные стрелочки и палочки, ставим все в нужном порядке и делаем отдельный коммит, как будто бы мы только что файл отредактировали. Отдельный коммит сделали, теперь можно посмотреть, что получилось. Делаем обновленный pull request, видим, что у нас все в порядке, что Маша наделала, то у нее в дифе и показывается. Вот она радостная, сейчас возьмет, смержит его и на production задеплоит. Получается примерно такой алгоритм работы. На самом деле он очень простой, но он вас спасет от кучи потраченного времени на какие-то там бытовые вещи, на решение конфликтов. Это тот алгоритм, с которым мы знакомим всех наших новых разработчиков, поэтому если кто-то хочет у нас поработать, запоминайте, записывайте и учите наизусть. Ну, первым делом работаем. Потом, когда мы что-то сделали, делаем git-статус, чтобы посмотреть, что в репозитории изменилось. Git-статус показывает, какие файлы были изменены, что в них там добавилось. Потом делаем git add-a, добавляем эти изменения в индекс. Минус-a значит, что мы добавляем все изменения, можно конкретный файл добавить. Потом коммитим эти изменения, то есть фиксируем их в локальной ветке, что да, это те изменения, которые нам нужны, мы их сейчас там сохраним. И минус-m значит, что мы пишем комментарии. Комментарии нужно писать обязательно, иначе потом через полгода не разберетесь, что вы там написали. Потом самое важное, мы стягиваем из удаленного репозитория себе в локальную ветку все последние обновления. И если вдруг кто-то что-то менял, у вас возникнет конфликт на этих строчках. Особенно печально, когда конфликт возникает в тех файлах, которые вы не трогали. Но вот там два разработчика что-то наделали, вы себе стянули, и у вас конфликт в этих файлах. И вы не знаете, что там надо сделать. Поэтому вот если так делать, такого не случится. Вы решили все конфликты у себя локальным и отправляете изменения в репозиторию обратно. Git push origin, указываете локальную ветку и удаленную. Ну а после этого можно делать уже pull request. Такая схема организации работы с песочницами, с такой серверной инфраструктурой и с Git'ом дает на самом деле кучу плюсов, несмотря на то, что она очень простая. Благодаря тому, что у вас есть песочница и Bitbucket, ну или какой-нибудь другой там репозиторий, вы можете работать командой над одним проектом, причем команда может быть там хоть 100-200 человек, без разницы. У вас весь код рулится в Bitbucket. В репозитории вы указываете, у кого какие права на репозиторий. Вы можете там сказать, что ты только читаешь, ты только коммитишь, а ты там можешь адменить репозиторий. Благодаря этому, когда кто-то коммитит изменения, мы можем потом увидеть, какой именно юзер эту строчку добавил. Это очень важно. Вы можете делать pull request, то есть запросы на изменения. И на pull request можно подписывать своих коллег или там, не знаю, кого-нибудь еще со стороны. Благодаря этому вы можете делать код-ревью. Это та штука, которую все время забывают делать, на которую типа времени нет. Но код-ревью на самом деле повышает качество вашего кода, потому что мало того, что у вас знания о проекте распространяются в команде, когда вы читаете чужой код, вы еще и ловите какие-то там глупые ошибки и опечатки в проекте, которых можно было бы избежать. Благодаря тому, что у вас есть ветки, вы можете работать на одном проекте одновременно над разными частями, и они не будут никак пересекаться. Допустим, вы делаете две фичи, вам одну нужно вылить завтра, а другую послезавтра, вы переключаетесь между ветками и не говорите, я не могу, пока не закончу другую. Можете делать одновременно на разные задачи. Очень важно, что вы пишете комментарии к коммитам и к pull request, и можете спустя несколько лет зайти в репозиторий и посмотреть, зачем вообще я эти правки делал, что они, для чего они нужны. Особенно, если проект пришел от кого-то другого, да, вы смотрите и думаете, нафига он это написал. Ну, и это надежно. И там неспроста стоит восхитительный знак. Почему это надежно? Когда-то давно, это реальная история, которая была в артикуле куча лет назад, которая переходит из уст в уста, от менеджера к менеджеру, разработчик пришел к менеджеру за пару дней до запуска проекта и сказал, что он удалил проект. Ну, просто случайно сделал, rmrf не там, и все файлы удалились. Реакция менеджера была примерно такой. Я думаю, что разработчик, когда нажал enter после rmrf, делал то же самое. Ну, сейчас такая ситуация мало возможно, потому что у нас распределенная система, гид вообще распределенная система, не централизованная. Есть куча мест, откуда можно код восстановить. У вас есть облачный репозиторий, если вдруг у вас упали все серваки, вообще все песочницы, вы можете восстановить код из репозитории. Если у вас вдруг упал битбакет, там облачный репозиторий, вы можете восстановить из песочницы код обратно. Если у вас вообще все упало, там цунами прошел, то у вас есть локальная копия репозиторий, откуда вы можете восстановить потом, куда угодно система достаточно достаточно надежно получается на самом деле ну давайте кратко итог подведем чтобы организовать комфортно именно работу в команде над проектом у вас должны быть как минимум независимые площадки песочницы для разработчиков и нужна система контроля версии в которой вы сможете кодом рулить в этой инфраструктуре спасибо за внимание давайте вопрос the magic здравствуйте а можно чуть чуть подробнее про миграции базе данных смотрите есть менты там всякие есть такой подход к разработке называется непрерывная интеграция когда вы постоянно выкатывайте маленькие-маленькие изменения и в такой схеме вручную изменения в базе данных делать ну довольно сложно и для этого делать скрипты миграции смотрите вы допустим добавляете какие-то там таблицы в базу данных вы пишите скрипт который эти таблицы добавляют то есть вы не вручную их добавляете и в том скрипте который вам обновляет репозиторий который делает pull вы запускаете скрипт миграции и когда у вас обновляется репозиторий все площадки которые подписаны на этой репозиторией выполнят этот скрипт обновят репозиторий, запустят скрипт миграции, у них создадутся эти таблицы, и получится, что вы на всех площадках баз данных изменили. То есть этот подход вообще отменяет любую работу через админку Bittrex? Почему отменяет? Если у вас демо-площадка или продакшн, и вы меняете структуру баз данных, то вам нужны скрипты миграции. Если вы контент добавляете, вам не нужны скрипты миграции. Я меняю свойства инфоблока, добавляю новые. Вообще в Bittrex сложно с миграцией. Мы применяем на других платформах этот подход. Но если у вас получится, поделитесь, как вы это сделали. Добрый вечер, Станислав, город Медвест. Мы используем точно докручную систему, но у нас ровно три проблемы с этой системой. Первая, как я сказал, база данных. Что база данных? Проблема с миграцией базы данных. Потому что разработчик переименовал свойства в одном месте, другой разработчик в другом месте, и это все надо как-то на бой перенести. Но мы расправляемся тем, что разработчик отписывается в адмайне, что он сделал. И человек, который все это дело переносит, руками перебивает. Вторая проблема – это то, что чтобы разработчику обновить свою песочницу, ему нужно сделать upload file всех файлов из PHP-шторма на свою площадку. У него нет доступа к серверу, только песочница по FTP. Вы можете дать совет, как это можно обойти? Могу. Давайте первый вопрос. Напомните, что там было? Про баз данных. Про баз данных. Смотрите, вообще есть релиз мастера в таких ситуациях. Вы делаете pull request в BitBucket и подписываете релиз мастера, что вот я хочу эти правки задеплоить на продакшн. И релиз мастер, во-первых, pull изменений составляет, он может тупо вручную составить, что нужно переименовать эти свойства. И у вас же не автоматически деплоится на продакшн, у вас же живой проект. И релиз мастер, он скажет, что вот мы сначала добавим эти свойства, потом обновим. Вообще в идеале у вас должны быть все изменения в базе обратно совместимыми. То есть вы не переименовываете свойства, а создаете новое, начинаете использовать новое, а потом старое прибиваете. Это первый вопрос. Ответил я на него? Ну, как бы да, понятно. Второй вопрос. Не работайте по FTP вообще, он такой медленный, вы что? Работайте по SSH. Не, ну каждому разработчику дать SSH к серверу тоже как-то не сильно хочется. В этом и плюс песочница. У вас есть ваша песочница и моя песочница. У вас свой логин в нее, у меня свой. У меня доступ на свою папку, у вас доступ на свою папку. Я в вашей папке не могу ничего изменить, а вы в моей не можете. Соответственно, ну потому она и песочница, что там каждый своей песочницы копает, делает, что хочет. А потом отправляет изменения в репозиторий, где через pull request вы скажете, нет, это не годится, или да, это подходит. То есть я правильно понял, вы предлагаете создавать каждого Unix пользователя отдельно, каждому пользователю пописать ключи в git, и только потом уже пользоваться. Совершенно верно, только каждому пользователю не нужно подключать git, потому что git это всего лишь папочка .git, в которой все конфиги настроены. Когда вы код из своей песочницы копируете в другую, эта папка тоже копируется, и git там уже есть. Нет, я не про копирую песочности, я про обновление песочности. Например, работаем на трех ветках. А что такое обновление? Ну, в смысле, из репозитория код? Как я понимаю, работаем на трех ветках. Дали разработчику звание, тебе нужно прийти на эту ветку и сделать в ней какие-то изменения. Соответственно, что делает разработчик? Он скачивает себе эту ветку локально, PHP-шторм, делает уплойт, уплойт длится минут семь, и только потом начинает уже работать. А вы ядро не выносите, что ли, из гитара? Мы выносим, ядро выносится. Ну, я не очень понял вопрос. Ну, сколько же у вас там файлов, если вы семь минут деплоите? Это первое. Второе, у вас на локальном компьютере, куда скачивать PHP-шторм файлы? Может быть, git. И этот git может тянуть файлы из битбакета, например, или из гитхаба. Вы можете локально у себя на компьютере переключать файлы, переключать ветки, и вам не нужно деплоить каждый раз все переключения на песочницу. Вы можете песочницу использовать как… Коллеги, давайте мы еще дадим кому-нибудь вопросы. Да, давайте потом обсудим. В общем, эта проблема решается, не переживайте. Наталья, здравствуйте. У меня, во-первых, вопрос. Делаете ли вы скрипты отката? Скрипты отката чего? Баз данных или файлов? Да, конечно, баз данных. Ну, то есть, понятно, что… Если мы используем миграции, мы используем скрипты отката. Если мы делаем вручную изменение баз данных, то не делаем. Ну, допустим, вы сделали скрипты миграции, где сносится какое-то свойство инфоблока. И, соответственно, перед этим вам нужно бы сделать бэкап базы данных, потому что после того, как вы снесете это свойство, у вас порушится вся база. Бэкапы мы и так всегда делаем. У нас настроен автобэкап, каждый день работает. Но перед деплоем вы делаете бэкап или нет? Смотрите, у вас должны быть изменения в базе данных такие, чтобы их не приходилось откатывать. Ну, понятно, да? Они должны быть обратно совместимые. Вы не должны удалять свойства. Вы должны создавать новое, начинать использовать его, а в следующей итерации удалять уже свойства. Понимаете, да? Но скрипт миграции, отвечая на ваш вопрос, может делать бэкап базу данных. Ладно. Допустим, у вас, я так понимаю, ядро распространяется на всех разработчиков или нет? Ядро лежит отдельно, и оно подключено через символьные ссылки из песочницы. То есть все разработчики на этом проекте работают с одним ядром. С одним ядром. Если один накатывает обновления битрикса, они появляются у всех. А если один, соответственно, рушит это ядро, то… А он не рушит это ядро, а у него нет доступа на запись. Что если? Возьмите микрофон. Юлия Бедросова, Армавир. А если вот случилась ситуация, когда накатили обновления, естественно, на ядро, и теперь требуется восстановить систему? Ну, я думаю, это вопрос к Сергею, да? Бывает так вообще? Смотрите. Ну, это же дев-площадка, да, разработческая. Поэтому если она там полчаса у вас не поработает, у вас там проект не отвалится, вы не потеряете там заказы. Ядро, конечно, общее. И оно именно поэтому общее, потому что если один разработчик его обновил, а второй нет, у вас будет разная база данных, структура, разные файлы там в ядре. Ядро общее. Если мы накатили обновление и все упало, мы звоним в битриксе или пишем и говорим, ребят, что за обновление такое? Оно общее на проект. Разные проекты с разными ядрами. Коллеги, я думаю, что мы завершим сейчас серию вопросов. Кость, спасибо большое. Спасибо за выступление. Спасибо. Спасибо.